Здравствуйте, меня зовут Борисов Алексей, я врач-невролог. И в этом ролике я хотел бы вновь коснуться темы лечения заболеваний без лекарственной терапии. И я хотел бы кратенько разобрать такое заболевание, как остеохондроз. Сразу хочу предусветить многие негативные комментарии, что такое болезнь не существует, мои ролики устарели, вообще я несу бред. Я хочу отметить тот факт, что большая часть аудитории моего канала это не врачи, не медицинские работники, это люди достаточно далекие от медицины, и терминология не всегда столь важна. Я знаю о том, что остеохондроз такой термин, которым злоупотребляют сейчас многие специалисты, многие врачи, многие рентгенологи, пишут его где попало, иногда пишут его даже не проводя рентгенно исследований. И данный термин был популяризован Яковом Юрьевичем Попелянским в середине 20 века, и данная популяризация не пошла ему на пользу, потому что на остеохондроз сейчас списывается все, что угодно. От онемения в руках и ногах до головокружения, до головной боли, общей слабости, снижение памяти, инсультов, развитие рака и так далее и тому подобного. У меня есть несколько роликов на тему остеохондроза, ссылки я оставлю в описании к данному видео, где я разбираю более подробно те симптомы, которые могут развиваться при дегенеративных заболеваниях позвоночника, и там же я разбираю нюансы, почему данный термин образовался, когда он используется, когда он используется правильно, когда используется не очень правильно. Если вам интересно, можете на них посмотреть. В данном ролике я же бы хотел более подробно остановиться на лечении. Как известно, остеохондроз – это дегенеративное заболевание позвоночника, некоторые выделяют различные его фазы, некоторые говорят о том, что развитие грыжи диска или протрузии диска – это одна из фаз остеохондроза, хотя я с этим не совсем согласен. Но, к сожалению, до конца всех патологических моментов, которые приводят к истончению и дегенерации диска, не выявлено. Безусловно, диск межпозвонковый является наиболее воскулярной тканью в организме, то есть такой тканью, в которой нет сосудов. И с ростом диска, с ростом человека, просто банально в физическом подростковом возрасте, диск получает все меньше питания. И если человек ведет сидячий образ жизни, если человек страдает избытком массы тела или занимается каким-либо, наоборот, избыточным физически тяжелым трудом, диск страдает, еще больше недополучает ткани и постепенно дегенерирует. У некоторых это происходит чуть раньше, у некоторых чуть позже, но обычно это происходит абсолютно у всех людей. Исходя из того, что нету однозначной причины, какой-либо генетической причины или какой-либо биохимической причины дегенерации диска, а есть какие-то общие факторы влияния на структуру позвоночника, а это гипомобильность, избыточный физический труд, избыточная масса тела, недостаточное питание диска. Можно предположить, что и лечение должно быть направлено на устранение этих факторов. Поэтому, честно вам признаюсь, главным методом лечения мастиохондроза, как я считаю, должна быть лечебная физкультура. Лечебная физкультура позволяет укрепить мышечный каркас, что позволит снизить нагрузку на сами межпозвонковые диски. Также лечебная физкультура путем повторений движений, путем усиления кровотока в мышцах, позволит несколько улучшить питание ткани самого, межпозвонкового диска. Также лечебная физкультура позволит улучшить эластичность связочного аппарата позвоночника, что также благоприятно скажется на здоровье позвоночника. Вторым методом лечения должна быть рационализация образа жизни. Если вы сидите больше 8 часов подряд, если вы профессиональный водитель или офисный работник, и движений именно активных мало, стоит делать перерывы. Думаю, у большинства людей, будь то водитель, будь то офисный работник, есть время на 5 минут прерываться, понаклоняться, сделать какую-то минимальную гимнастику, даже если это работа в офисе. Банально можно сходить в туалет, сделать это в туалете. Если вы водитель, можно остановиться на минуту, на две, выйти из машины, хотя бы пройтись вокруг машины и сесть обратно. Если вы занимаетесь избыточным физическим трудом, стоит как-то его ограничивать. Возможно, стоит где-то разделять труд. Потому что зачастую люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом, строители, люди отделочных профессий, маляры, штукатуры, стараются для быстроты выполнить работу в одиночку. То есть, есть мешок с цементом, взяли и понесли, зачем ждать напарника. Лучше разделять данный труд вместе с напарником, а также пользоваться приспособлениями, которые позволят облегчить этот труд. Лебедки, различные тележки, погрузчики и так далее. Потому что вручную тягать тонны груза это не будет полезным для здоровья. Ну и третий аспект это борьба с лишним весом. Я сам имею некоторую склонность к лишнему весу, поэтому я знаком с этой проблемой не понаслышке. И, безусловно, зачастую играют роль генетические факторы. Очень многие пациенты говорят мне, у нас это идет по родове. Мы все такие. Я всегда была больше 100 кг. А потом начинаешь разбираться и понимаешь, что это было изменение пищевого поведения, которое наступило лет так в 20-25. И если человек 40-45 лет и его индекс массы тела превышает 30, все-таки здесь играют роль скорее не только и не столько генетические факторы, сколько пищевое поведение. То есть человек просто где-то заедает стресс, где-то просто неправильно питается, нет у него раздельного питания, он не уделяет достаточного времени дробному приему пищи, то есть пропускает завтрак, обед, но зато на ужин ест очень-очень много. Поэтому стоит уделить внимание избытку массы тела и бороться с этим избытком массы тела. В принципе, есть иногда и оборотная сторона медали, и дело касается людей, находящихся в состоянии истощения и с значимым недостатком массы тела. У таких людей обычно недоразвит мышечный каркас, мышцы дряблые, атрофичные, и им тоже стоит нормализовывать массу тела, но уже не в сторону вниз, а в сторону вверх, укрепляя мышечный корсет позвоночника, ну и также нормализуя режим питания. Но все же ожирение, к сожалению, встречается чаще. Лекарственная же терапия при остеохондрозе это уже вторая линия, если не удалось купировать проявления путем немедикаментозных воздействий. И я хочу обратить внимание, что я веду речь только об остеохондрозе. Я не говорю о грыжах дисков, я не говорю о стенозах межпозвонковых отверстий, я не говорю о смещении дисков, я не говорю о спондилезе, спондилоартрозе, я не говорю о мышечно-тонических каких-то нормализах, нарушениях я не говорю о радикулопатии и тому подобных заболеваниях. Они нередко требуют лекарственной терапии, они требуют консультации специалиста, но в ролике я освещаю тему остеохондроза. Если у вас когда-то заболела шея, заболела поясница, вы сходили сделать снимок и там такой приговор остеохондроз первой-второй степени стадии, то стоит задуматься прежде всего о немедикаментозных методах лечения, особенно если симптоматика была кратковременной и ушла самостоятельно. Надеюсь, моя информация была интересной и полезной для вас. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте мне оценки, делитесь моим роликом в своих социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч!